всем привет я рада вас видеть у себя в гостях на канале спецификация меня зовут татьяна и я веду этот канал о вязании мы с вами будем вязать руками и это совсем не сложно не так сложно как может показаться и так спинка у меня отвязана как я уже говорила на 57 петлях у меня 10 рядов платочной вязки и дальше лицевая гладь давайте сейчас посмотрим какой у меня результат длину у меня отвязана примерно 39 38 с половиной 39 сантиметров 38 давайте давайте будем считать что это 38 сантиметров ну приблизительно вот такая высота я думаю что длина будет нормальная даже если она будет немножко длинноватая мне кажется что сейчас при моде на удлиненные вещи туникообразные вещи в общем это нормально и так у меня лицевая гладь просто прямоугольным полотном я когда довязала до края я просто закрыла этот край вот таким образом и теперь я уже могу сшивать мои обе половинки моей жилетки моей жилетки я вооружаюсь вот такой иглой и работаю с хвостом который остался от провязывания плечевого скоса я вот так вдеваю нитку и начинаю работать вот эту петлю кромочную я подхватываю вводя ее вводя иглу внутрь во внутрь петли и подхватываю на спинке тоже кромочную петлю я ее хватаю за обе стенки вывожу нитку и возвращаюсь ту же петлю заводя иглу снаружи во внутрь следующую петлю я хватаю снаружи во внутрь вытягиваю мою нитку заправлю вот так хвост и нахожу мою вторую петлю здесь хватаю ее за обе стенки завожу иголку и вытаскиваю нить вот этот хвост всегда здесь мешает ничего страшного подтягиваю нитку и стараюсь сделать 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 так чтобы у меня высота вот этой вновь образованной петли совпадала с высотой моих петель которые я вязала и так возвращаю иголку в предыдущую петлю и прихватываю следующую со спицы нахожу здесь третью теперь уже петлю хватаю за обе стенки и вывожу нитку возвращаю иголку ту же самую петлю в которой она у меня была и прихватываю следующую вот таким вот образом все петли собираю по одной до конца и у меня получается такой совершенно незаметный шовчик и так работаем мне нужно сделать боковой шов я собираю две половинки спинку и полочку и я для начала буду закреплять вот здесь нитку и выводить и и выводить ее вот отсюда и так дальше я работаю по моей привычной схеме я подхватываю кромочные петли за перемычки между петлями вот у меня две кромочные петли и я хватаю перемычку между ними и то же самое делаю с этой стороны я хватаю мои петли вот за эту перемычку возвращаясь в ту же самую петлю и прихватываю следующую и здесь я делаю то же самое возвращаясь предыдущую петлю хватаем следующую таким вот образом я буду сшивать мою жилетку и ввиду того что у меня здесь не обозначены проймы я просто буду шить ну вот чуть выше чуть выше моей розовой полосы вот такую пройму я буду оставлять и так дальше я приступаю к обработке горловины и начинаю вытаскивать петли из собственно петель горловины я почти никогда не беру петли из кромочных петель потому что мне не нравится какие дырки образуются из кромочных петель ну и плюс ко всему кромочные петли у меня на два ряда 1 а мне нужно набирать из трех рядов две петли поэтому я петли буду набирать из следующего ряда вот отсюда я начну вытащу одну петлю крючком и дальше буду работать спицей спицы у меня немного потоньше спицы номер три я решила планочку сделать немножко поплотнее и я начинаю набирать как я сказала из трех рядов две петли то есть вот так вот из двух петель я вытаскиваю и петлю а третью пропускаю и так буду делать по всей окружности моей горловины и так работаем набираем петли вот примерно какая чистота должна быть дальше когда я дойду вот до до скосов я буду набирать из каждой петли по одной петли из каждого столбика по одной петли и сзади тоже здесь все очень хорошо видно я буду набирать петли вот из этих петель не из кромочных а из следующего ряда и тоже по одной петли из каждой из каждого столбика и так работали набраны и я собираюсь это обрабатывать платочной вязкой и первый ряд я буду вязать изнаночными петлями вот так вот и я буду вязать по кругу 10 рядов платочной вязкой соответственно 1 ряд изнаночными 1 ряд лицевыми вяжем петли набраны и 10 рядов отвязаны вот так у меня теперь выглядит моя горловина и я начинаю закрывать этот край рабочей ниткой которая осталась нить срезана длиной в три раза больше чем край которые которые я собираюсь закрывать и делать я буду следующим образом протягиваю иглу с ниткой в две петли нитка у меня достаточно длинная потому что край который я буду закрывать тоже достаточно длинный и теперь возвращаю иглу в одну петлю и снимаю ее со спицы протягиваю нить следующим шагом я опять подхватываю две петли со спицы проталкиваю иглу с нитью нить протягиваю и возвращаю иглу в одну из петель в одну из петель в одну из петель и протягиваю нить снимаю петлю со спицы опять хватаю две петли протяну мою нить и возвращаю иглу в одну из петель в одну в первую петлю протягиваю нить вот такой красивый логичный край у меня получается и так я буду работать по всей окружности моей горловины продолжаем работу и так мой шов по краю мои обтачки готов горловинка выглядит вот таким образом она заметно уменьшилась за счет 10 рядов обтачки и я приступаю к обработке рукавов проймы я буду по пройме я буду набирать петли точно так же как я делала по горловине здесь все гораздо проще потому что здесь абсолютно прямое вязание и я набираю из трех петель 2 поперечном вязание и буду вязать точно такую же обтачку из 10 рядов платочной вязкой закрывать край я тоже буду так же вот кстати давайте внимательно посмотрим как это выглядит вблизи на мой взгляд край очень красивый очень эластичный я думаю что голова ребенка сюда обязательно должна пролезть никаких проблем возникнуть не должно и так обрабатываем проймы рукавов и будем носить готовые изделия и так моя жилетка уже практически закончена осталось обработать только рукава и на рукавах у меня случился такой небольшой затык скажем так была отвязана за обтачка в 10 рядов и выяснилось что она очень плохо выглядит ну по крайней мере мне это не понравилось то есть на горловине на горловине у меня все хорошо а с рукавами возникла проблема и я решила что я буду вязать обтачку вот таким крылышком то есть те же самые 10 рядов только укороченных и я буду сбрасывать по 7 петель в каждом развороте от от каждого моего нового разворота собственно говоря но первый ряд я буду провязывать в круговую то есть провязав первый ряд в круговую я начну сбрасывать следующем ряду буквально по 7 петель для того чтобы у меня получилось крылышко такое и так петлю у меня сейчас как они набраны лежат бабушкиным я провязываю первый ряд в круговую начинаю с изнаночного ряда чтобы моя обтачка хорошо смотрелась потому что с лицевого если начинать с лицевого ряда то она мне не нравится как она смотрится и так я провязываю первый ряд круговую а во втором ряду я сбрасываю 7 петель и разворачиваюсь у меня начинаются укороченные ряды таким образом я провяжу обтачку закрою ее точно так же как горловинку и собственно работа над моей жилетка будет закончена здесь как уже видно я уже пришила бусинки по линии горловины в общем то мне показалось что недостаточно только бусин по рисунку я решила еще украсить вот таким образом горловину но это понятное дело дело вкуса мне понравилось вот так и так продолжаем работу над обтачкой я уже не буду подробно показывать укороченные ряды если кому нужно то наверняка есть на эту тему тоже мастер-классы я просто буду вязать мою обтачку и потом покажу готовый результат я хотела бы отрекомендовать канал моей тетушки она открыла таки свой канал чему я безмерно рада свою тетушку я неоднократно упоминала во многих своих роликах она мой главный вдохновитель и самый строгий отдел контроль контроля качества но это я шучу ее зовут ольга ильенко канал называется вязание наше все и у нее колоссальный опыт и масса знаний в этой области чем я сама часто и бессовестно пользуюсь ссылка на нее будет прямо под видео пожалуйста не стесняйтесь проходите по ссылке подписывайтесь на нее тоже будет много интересных работ куча полезной и нужной информации